С одним из украинских политиков, которые не боятся напоминать о реальных проблемах в стране и реальном положении дел на Юго-Востоке, мы сейчас и поговорим. К нам в прямом эфире присоединяется Нестор Шуфрич, депутат Верховной Рады. Нестор Иванович, добрый вечер. Вот один из пунктов, подписанных ровно год назад Минских соглашений, сохранить Донбасс в составе Украины как автономию. Скажите, сейчас это вообще возможно? Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, Егор. Безусловно, это не просто возможно, это сегодня единственная возможность урегулировать конфликт на Донбассе. И все, кто год назад подписывал Минские соглашения, должны были понимать последствия взятых на себя обязательств. Украина взяла на себя последствия провести, в том числе и изменение в Конституцию, и принять необходимые законы по определению статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. Хотелось бы, чтобы подобный статус имели все регионы Украины. Ну, начнем с Донбасса. Нестор Иванович, а вот сегодня, после очередного заседания контактной группы, ситуацию на юго-востоке страны назвали зоной замороженного конфликта. Как считаете, когда отспель ждать? К сожалению, то, что я говорил полтора года назад, в Украине воспринималось как непатриотичным проявлением, более того, как предательством. Сегодня об этом говорят мировые лидеры. Суть этих слов одна – поиск компромисса и переговоров. По разуму можно относиться к присутствию и влиянию российского фактора на события на Донбассе. Но есть один факт. Принять три закона изменения в Конституцию, на что обязалась Украина, может только украинский парламент. А кому-то в Украине очень не нужен мир. Кто-то пиарится и мародерствует на этом конфликте. Поэтому моя абсолютная уверенность, что нынешняя власть не сможет реализовать Минские соглашения. Спасибо вам за точку зрения и участие в эфире. Это был депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич.